Довольно любопытная информация с сайта время-вперед.рф в России приступают к созданию альтернативного интернета. Теперь уже не на словах, а на деле. Кому он нужен и как будет работать. Время – технологии. Россия приступает к созданию глобальной системы спутникового интернета «Сфера». Проект предполагает развертывание системы из 60-40 малых спутников, которые обеспечат комплексные услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли на территории всей планеты. Недавно прошла информация по связи, что мобильные компании-операторы МТС, Билайн и т.п. будут объединены скоро в одну сферу. Эта невероятно сложная, но все же реализуемая задача позволит нам создать свою национальную систему доступа к интернету и мобильной связи, независимую от третьих стран. Однако этот проект является лишь частью комплексной стратегии по усилению информационного суверенитета нашей страны. Сейчас прорабатывается вопрос создания собственной системы корневых серверов DNS, независимых от ICANN, которые в целом определяют работу глобальной адресации интернета и большинство из которых сейчас находится под контролем США. За основу взяты идеи отца китайского фаервола Фан Бин Сина, который указывает на то, что между несколькими странами, например Россией и Китаем, можно создать прямой обмен данными в обход корневых DNS серверов США. Несмотря на то, что интернет уже давно проник в нашу жизнь, мы находимся на пороге эры интернет-вещей, в которой значимость этой сети вырастет еще больше. Однако фактически Россия безоружна перед попытками США отключить ее, если не от всей сети, то от множества ее важных составляющих, например электронных сертификатов. В отличие от Китая мы не имеем странового сертификата, а это значит, что одним щелчком мыши за океаном нам могут создать множество проблем, в том числе в транспортной и других критической инфраструктуре. И это лишь некоторые из вероятных угроз. Сейчас все наши усилия направлены на скорейшее преодоление этой зависимости. Но важно понимать, что речь идет не о создании собственного, изолированного от мира интернета, а об обеспечении возможности пользоваться сетью без оглядки на иностранные рубильники. В случае успешной реализации пользователи в России не заметят вообще никаких неудобств. Первые спутники системы «Сфера» будут выведены на орбиту уже в 2022 году. К 2028 году, то есть через 10 лет, формирование группировки будет завершено. Как и любой большой проект, это потянет за собой множество других. Например, для вывода спутников потребуется создание не менее 25 ракет «Ангара», что загрузит работы НПО «Энергомаш» и Центр имени Хруничева. Под «Ангару» уже осенью начнется строительство нового стартового комплекса на космодроме «Восточный». Сами спутники в количестве не менее 60-40 штук будут производиться в России, а это потребует строительства новых фабрик, выпускающих элементную базу космического назначения с типа номиналом 22 нанометра. То есть это даст толчок к развитию отечественной микроэлектроники. На этом все. Всего хорошего. Ссылку на сайт время-вперед.рф, откуда эта статья и взята. Здесь же есть их видео на эту тему. Я дам в описании и в комментариях. На этом все. Всего хорошего. Юрий Шатохин. Канал Веб-Рассказ. До свидания.